Доброго времени суток, на связи Фримен, и сегодня мы будем разбираться с вами о том, как правильно собираться на страйкбольную игру. Так что, приступим. Первое, что нам нужно сделать перед игрой, это знакомиться с ее условиями. Прочитайте сценарии, правила, попытайтесь учесть условий и особенности полигона. Это поможет вам лучше подобрать снаряжение для игры. Снаряжение. Один из самых важнейших аспектов игры. Серьезно подойдите к данному вопросу и постарайтесь подобрать снаряжение под конкретные задачи, чтобы эффективно играть. Пример, для CTB хорошо подойдут разгрузы клетники. Для игры за снайпером масс-халат или. Очки. Очки являются обязательным элементом, без них вас никогда не допустят на игру. Защитные очки стоит выбирать согласно к экономическим особенностям, погодным условиям, учитывать совместимость с другим снаряжением. Очки бывают в следующих видах. Это открытые, закрытые и сетчатые. Открытые очки зачастую подходят для большинства страйкболистов. Для штурма зданий хорошо подойдут очки закрытого типа, чтобы защитить максимально лицо, совместно со шлемом и маской. Также некоторые страйкболисты используют сетчатые очки. Они не потеют, но в них может быть темновато. И существует вид, что осколок шара может вам приобрететь все-таки. Оружие. За своим оружием, а точнее страйкбольным приводом необходимо ухаживать. После двух трех игр в чистых стволях, а также раз в сезон производить комплексное технослуживание. Это проверка состояния гирбокса, смазка, компрессия, замена нозлов и прочего. Нефты и прочие дефекты своевременно, конечно же, устраняйте. Виды игрой обязательно проверьте настройку хопа. Аккумуляторы. Заранее позаботьтесь об этом вопросе. Зарядите аккумуляторы, а также проверьте их работоспособность еще перед игрой, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Также зарядите аккумулятор или проверки батарейки на других устройствах, которые могут вам понадобиться. Камера, трассерная насадка, коллиматор, фонарь и прочее. Средства связи. Заранее позаботьтесь о радиосвязи, поскольку без рации играть весьма затронительно. К тому же, вы не будете в курсе событий. К примеру, один раз в восстановлении сокомандника мы просидели два часа в ангаре, потому что не были в курсе, что точка не актуальна. Рекомендуется использовать частотные рации, поскольку у канальных очень малый диапазон частот. К тому же частоты могут оказаться заняты. Четко следить снаряжение. После того, как вы собрали все необходимое снаряжение, примерьте его заранее перед выездом. Подгоните разгрузку под свой ранг. Разместите посылки так, чтобы вам было удобно. Проверьте, не стесняясь ли снаряжение ваше движение. Чтобы не отвлекаться от выполнения задач, вам нужно быть в максимально комфортном состоянии. Но лично я готов иногда забить на комфорт в угоду антуражности. К примеру, иногда я использую свои любимые поисточки шлема США. Вода и питание. Заранее запаситесь водой перед игрой. Также можете использовать тонизирующие напитки на свой вкус. Если игра длительная, стоит подумать о еде. Можно, к примеру, для пущей антуражности применять пистер вместе с сухой. Боезапас. Въезжая на игру, стоит позаботиться о достаточном боезапасе. Исходя из сценария и то, как вы часто любите стрелять. Также у вас есть, например, к примеру, несколько приводов. Чтобы у вас были шары из МВС для каждого типа. К примеру, на КСУ я использую 0.2-е шары или 0.25-е. А уже на своей кингованном АКС-74 нам 28-е. Логистика и пунктуальность. Вот мы подошли непосредственно к самой игре. Нам осталось самое малое. А это дорога на игру. Будьте максимально пунктуальны. Заранее продумывайте маршрут. И как вы будете добираться. Не опаздывайте. Особенно, если вы едите не один. Крайне плохо выглядят неорганизованные команды. Если уже случилось так, что вы опоздали, постарайтесь максимально минимизировать проблемы, создаваемые вами. Приехав на игру, нужно готовиться, а не отвлекать товарищей. Поэтому проверьте оружие и слабежение. Отвлекайте товарищей с разговором, если им еще нужно собраться. Неорганизованность издает плохую репутацию. Особенно для команды. Другие игроки, например, могут не воспринимать ваш коллектив всерьез. Маячки в виде хаоса не понимают, зачем к вам вступать. Организаторы не приглашают вас на серьезные проекты или не дают вам ответственных задач. Решение проблем вместо продуктивной игры. Таким образом, если вы имеете кучу отрицательных факторов, вы занимаетесь решением проблем вместо игры. Хорошие команды, как говорил один из моих инструкторов. Хороши потому, не потому, что они лучшие, а потому, что они не сливаются и погружаются в процесс игры. Если играете в команде, постарайтесь создать зим. Из командного фонда закупите необходимые запасные вещи. Если будет интересно, позже выпущу видео, что нужно закупать для команды. Будь в форме. Старайтесь поддерживать себя в нормальной физической форме постоянно. В середине недели, к примеру, хотя бы иногда делайте варядку. Если времени мало, то создавайте физическую активность искусственно. К примеру, сходите в магазин, вне места, поездка на автомобиле. Или ходите на работу пешком, если есть такая возможность. Не осмотреть, как воздревляйте в день перед игрой. За день до игры крайне рекомендуется воздержаться от алкоголя, чтобы выйти нормально в физической форме. Также категорически запрещено употреблять алкоголь на самой игре. У большинства организаторов это будет караться банками. На этом все. Ставь лайк, если понравилось видео. Пиши комментарий, о чем еще стоило помянуть видео. Спасибо за просмотр.